сегодня будем делать свечу из вощины из натурально неокрашенный аромат божественный свечу с травами с эвкалиптом с лавровым листиком и с розмарином лист у нас 26 сантиметров делим на пополам 13 у нас получилось два листика значит фитиль я сделаю тройной чтобы был потолще закручиваем кончик фитиля обязательно ващим чтобы было его легко поджигать чтобы он не газ этого мы его либо в расплавленный воск опускаем либо вот так вот кусочки ващины облепляем она пластичная хорошо поддается полнолуние сильный день любые ритуалы любая работа приобретает мощный окрас как в хорошую так и в плохую сторону тут уже многое зависит от самого человека от его осознанности подвержен ли он эмоциональным срывом я очень люблю полнолуние у меня это всегда такие волшебные дни когда можно максимально реализовать свои желания какие-то укладываем стилек на кончик придавливаем сильно близко к фитилю не буду травки закладывать немножко подальше чтобы они сильно не горели пока расскажу вам про колебц очень люблю это растение колебта так если не изменяет мне память то в переводе кажется с греческого это хорошая защита либо хорошее укрытие как-то так переводится ну и понятно да что проводя аналогию это растение имеет очень мощные защитные свойства соответственно используются каких-то ритуалах свечной магии как защита также это растение исцеления свечи свечи на здоровье на исцеление ну и конечно очищение тут уже практически любая травка и и и дырок действует как очистительный эвкалиптик кладем чтобы он выглядывал свечи заворачиваем дерево эвкалипт находится под покровительством планеты луны и сегодня полнолуние очень здорово по интуиции захотелось сделать свечи с добавлением эвкалипта значит у нас сказала да основные свойства эвкалипта это здоровье защита и очищение дымом эвкалипта очищает храма очищает человеческую ауру дом и очень приятный запах очень приятный дымок прям классный аромат от дымка эвкалипта может успокоить возбужденное эмоциональное состояние сбалансировать мысли человека и такой легкий тонизирующий эффект имеет и в то же время как бы вялое состояние тонизирует а перевозбужденное наоборот успокаивает хорошо теперь лавр вот сюда сюда лавр это у нас здоровье победа очищение исцеление очень многофункциональное растение лавр используется и в денежной магии и в любовной в общем это как символ достижения победы успеха в любом деле на которой вы делаете свечу также очень хорошо очищает пространство убирает неприятные запахи еще классно конечно из овощины свечу очень быстро делается очень удобно еще лавра и И... Так. Хочу, чтобы листик выглядывал. И... Так. Повыше. Вот. Так. И нужно еще розмарин. Уже заканчивается. Рощинка. Розмарин. Для прояснения ума. Для ясности сознания. На целительство. На исцеление. Тонизирует. Бодрость дает. Запах тоже шикарный. Запах обалденный. С pourraitа выставка. Бодрость дает. Чтобы шикарный. Бодрость дает. Ничего нажных если вы не получает. Contextочек. Подпишись. еще раз маленько очень хорошо между собой сочетаются эти три растения по запаху по действию прямо дополняют друг другу готова там вестелечек вот я еще немножко дополнила эту свечу захотелось показалось какой-то пустой недостаточно праздничный завтра новый год и зажигать ее буду в полночь завтра вот я еще немного украсила пихтой елочку я не люблю дерево елочку ну по крайней мере я не считаю это праздничным деревом но это отдельный разговор уже до применение ели непонятно почему в мировой традиции это считается деревом праздника я чувствую это дерево абсолютно по-другому и поэтому вот прекрасный заменитель для меня каждый год вместо елки это вот пихта листочек пихты веточка можжевельник видите у меня тут куча можжевеловых веточек падуб можжевельник и пихта а если елочка для детей то искусственная чтобы она не несла ту информационные нагрузки которую несет в себе ель чем такая получилась лесная красавица ну вот так вот в конечном итоге получилось пошел у меня творческий процесс после выключения камеры вот я добавила вторую веточку пихты и рябинку поскольку непосредственно сам новый год полночь я буду встречать с мужем мы будем вдвоем поэтому я все-таки решила добавить две палочки пихты и рябинку для охранности нашей любви для страсти вот такая красота получилась наступила друзья новогодняя ночь поздравляю вас с наступившим 2021 годом и верю в то что он не будет таким сложным как прошедший и я хочу показать вам как будет гореть моя свеча на травах ту которую я делала вчера что она будет гореть не совсем конечно так как простая свеча без трав я засеку время сколько она будет гореть и вот дымок идет уже от эвкалипта получается такое двойное очищение огнем и дымком и пошел запах эвкалиптовый очень тоненький интересно горит глянь как будто два сетелька пахнет уже третий стилек появился ты видишь толще светиль не нужно да просто терпение нужно она же не должна так быстро ну не должна да ну мне просто хотелось чтобы она прямо как костер вот как пахнет это эвкалипт так 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 Ух ты, сейчас пихта еще загорелась. Я нарешу статью, чтобы спасти гостей не сокрыт. Искрестория надежды и скупили... И вообще-то из-за отмечательности сладок. Какая жалость. Какой высокий огонь, слушай. Ничего себе. Запах такой, вообще сладкий. Угу. Там листья вот эти. Лавра, эвкалипта. Еще розмарин. И пихточка еще, что же подожглась. Это прямо такой костерчик. Ого. Повышает, да? Повышает, да? Очень серьезно. Вот так в конце разгорелась, как костер маленький. Вот такие причудливые формы принимает. Пламя, трава. В общем, я даже кино не могу смотреть. Смотрю свечу. У меня свое кино. Как потрескивает. Все догорает. Я уже даже не пойму, где там фитиль. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова